Иркутск Городская электрическая станция, построенная еще в 1910 году, была рассчитана не только для того, чтобы оттапливать купеческий Иркутск, но и освещать его. Сразу после запуска станции в городе появились 170 электрических фонарей. Самый старый из сохранившихся котлов 1938 года постройки. Он работал до ноября прошлого года и до сих пор способен согревать город. И с таким же теплом рассказывает о нем заместитель начальника станции. Двухбарабанный, очень надежный тягучий котел, замечательный, приятно было на нем работать. И за 70 лет эксплуатации, надо сказать, что он ни разу не подвел. Двухбарабанный, это единственный, наверное, котел, у которого клепанные барабаны и обечайка, сухопарник. Причем ни одна клепка ни разу нигде не побежала. Начав обслуживать чуть больше 500 потребителей, городская электрическая станция несколько десятков лет согревала и освещала весь Иркутск. Сегодня у нее один-единственный потребитель – хлебозавод, который станция снабжает паром. А тепло в квартиры поступает по другой, более сложной системе. Основной поставщик – Новоиркутская ТЭЦ. Левобережная часть, Свердловский район и Правобережный округ осуществляются от одного источника – Новоиркутская ТЭЦ. Ленинский округ от котельной Северного промузла и электрокотельной Ново-Ленина. Кроме того, в Иркутске работают несколько угольных котельных. Отопительная система города постоянно развивается. В планах энергетиков – строительство еще одной газовой котельной на правом берегу Ангары – реконструкция тепловых сетей. Главная цель всех нововведений – обеспечить горожан теплом. Проще говоря, согреть целый город. Яна Стобровская, Александр Пахомов, Городской информационный канал, Камертон.